Что ж, вы красиво объяснили нам о морали. Однако многие люди переживают моральные дилеммы, такие, как вы сказали, «Вы этого не делаете, вы должны делать это». Вокруг вас есть все эти заповеди. Иногда я сталкиваюсь с определенными моральными дилеммами, действительно очень сложными моральными дилеммами. Например, вы говорили о генетике. Если подумать о сегодняшних молодых парах, которые, как вы знаете, сделали тесты на беременность, и они узнают, что у ребенка есть генетический дефект. То есть, что ребенок — девочка? Нет, я говорю о том, что когда они обнаруживают, что у ребенка генетический дефект, тогда они сталкиваются с колоссальной дилеммой. Я всего лишь пытаюсь осветить тему. Я знаю, знаю. Однако это то, что приводит к определенной серьезной моральной дилемме, с которой сталкиваются многие молодые пары. Например, некоторые пары говорят о том, должны ли они рожать этого ребенка, потому что он потом будет страдать всю свою жизнь. Я имею в виду, они несколько эгоистичны, говорят таким образом о том, что они будут страдать всю жизнь. Если все же родится этот ребенок с генетическим дефектом, и остальные не знают, что делать. Это Божья воля, чтобы этот ребенок родился. Знаете, в этом вопросе определенно нет верного и неверного принятия решения. Однако многие моральные дилеммы исходят из чувства, что если мы поступим так, это будет плохо, если иначе это будет верно, и тогда они сталкиваются с моральными сетями общества. Как кто-то может решить такую моральную дилемму, чтобы вы посоветовали этим молодым парам? Я не знал, что этот вопрос так популярен. В этом вопросе есть много аспектов. Во-первых, это решает Бог. У меня сейчас готова очень резкая шутка, и я пытаюсь сделать ее немного мягче. Что ж, о том, что решает Бог, и о вашем ребенке, и тех, кто хочет иметь детей. Я хочу, чтобы вы хотя бы поняли для себя то, что это ваше желание, они создают ребенка, а не Бог. Это самая простая вещь, которую вам стоит понять. Вы можете даже записать время, чтобы сделать это более ясным, верно? Допустим, что так случилось, что ребенок, который родился, не совсем здоровый. Но кто же решает, что есть норма? У меня одна нога. Вот это. У всех у нас есть только одна нога. В этом случае мы думаем, что одна нога — это вполне нормально, и предположим, что у одной из этих дам родился двуногий ребенок, и тогда мы считаем, что он урод. Так что мы должны быть немного выше себя, чтобы не принимать поспешных выводов о том, что нормально, а что нет. Любой, кто не выглядит как вы, уже неправильный. Многие считают, что я ненормальный. Я думаю, что это вы неправильные. Однако у меня нет менструаций, хотя, предположительно, каждый должен их иметь. Кто-то из вас может привести такой пример? Итак, что нормально, а что нет. Это не обязательно вещь для обсуждений. Если мы не видим, что врожденно ребенок находится в таком состоянии, что из-за этого он будет все время страдать, вы должны понимать, что, как и все другие существа на этой планете, если что-то непригодно для жизни, оно не выживет. В природе вы никогда не увидите животное без ноги или с любым другим дефектом, потому что по законам выживания они умирают в первые пару дней. Они не выживают. Итак, мы с вами живем в более защищенной среде, и мы делаем так, чтобы наши дети выжили несмотря ни на что. Однако это «несмотря ни на что» также должно быть немного урегулировано. Если это только для того, чтобы продолжить развивать медицинскую экономику, однажды кто-то просто привез меня в такое место со всеми этими инкубаторами, или как вы это называете? Ранние натальные центры, дородовые и послеродовые. Некоторые из этих детей — всего лишь 5-6-месячные дети, и они не выглядят как люди. Этих детей держат от 2 до 3 лет в инкубаторе и пытаются спасти этого ребенка. Это никак не касается вопросов жизни. Это какой-то неправильный вид бизнеса. Я извиняюсь за то, что я говорю, однако я думаю, что это абсолютно неправильно. Потому что вы знаете, что эта Личность никогда не будет полноценным человеком и будет страдать всю жизнь, как и те, кто его будет окружать. Они будут страдать из-за этого. Вы пытаетесь пойти против природы и сделать что-то. Однако как же принять этот вызов? Необходимо установить, насколько сильно мы должны вмешиваться в это. должен быть определенный вид контроля. Вы хотите сохранить жизнь им любой ценой. Мы знаем, что нынче у нас достаточно развитые технологии. Даже если кто-то уже умер, мы можем запустить их сердцебиение и доказать, что они все еще живы. Допустим, еще на 10 лет больше. Какой смысл в таких технологиях? Они бессмысленны. Итак, что касается принятия этого вызова, это очень щепетильный вопрос. Это не работа для родителя. Однако в то же время я хочу, чтобы вы все, кто аплодировал, и те, кто сейчас беременны, вы должны принять этот вызов. Вы должны понимать, что в этой огромной Вселенной наша Солнечная система — это маленькая частица. в этой маленькой крупинке наша планета Земля — это микрочастица. В этой микрочастице быть гуру — это супермикрочастица. И во всем этом вы большой человек. Вот это уже серьезная проблема. Проблема в том, что мы мним о себе слишком много. Видите ли, в процессе создания жизни все происходит, потому что мы в значительной степени отождествляемся собственной физической формой. Физическое тело — это механизм. И из-за того, что мы обладаем определенным уровнем мыслей и эмоций, и в итоге направляем их все в наш биологический аспект, мы думаем об этом как о чем-то большем. Однако это всего лишь механизм. Если вы этого не понимаете, допустим, вы болеете и идете в больницу, врач посмотрит там и здесь, даже если вы считаете это невозможным, он сделает для вас все. Потому что он рассматривает вас так же, как и ваш слесарь рассматривал бы машину. Что работает, что нет, что надо заменить. Он сделает это для вас. Итак, это всего лишь механизм. Этот механизм находится в стадии производства сам по себе и иногда может работать не точно. когда происходит сбой и не имеет значения, как много эмоций направлено на него. Мы должны просто склониться и принять это и сказать «хорошо». Все не совсем исправно. Давайте посмотрим, как это можно исправить всеми доступными средствами, потому что это мой ребенок, и он должен выжить, несмотря ни на что. В мире таким образом создается нездоровая среда, и это принесет вам столько боли и страданий, даже больше, чем нерожденному ребенку. Пытаясь внедрить эту жизнь в этот мир без необходимых средств для самостоятельного выживания. Жизнь для них не будет легкой. Забудьте о собственных удобствах и неудобствах. Однако это не будет хорошо именно для этой жизни. Итак, вы владеете нравственностью, честностью и другими качествами, и тогда вы должны принять позицию, что будет хорошо для этой новой жизни, а что нет. В таком случае вы должны занимать определенную позицию. Все, что касается жизни, может прозвучать жестоко, или же мои слова могут казаться решенными веры. Однако, если у вас есть уважение к жизни, вы должны осознать, что жизнь — значит нечто целостное. Это полный целостный набор. Жизнь — это полная жизнь, а не полжизни. Жизнь — значит возможность прожить ее собственными силами и действовать самостоятельно. Возможно, не все из нас имеют равные возможности, однако каждый компетентен прожить свою жизнь. Именно такая компетентность и должна быть здесь. Это то, какой должна быть природа. Из-за того, что мы создали нашу собственную экосистему с городами и медицинскими учреждениями, мы можем отнести это к другим 15-20%, но не надо увеличивать это на все 100%. Каким-то образом мы смогли вставить трубки в своего ребенка и сделать так, чтобы он прожал 100 лет. Это бесчеловечно. Это абсолютно бесчеловечно, потому что не совсем хорошо для этой определенной жизни. Это просто пытка. Итак, вы должны принять этот вызов, каким бы сложным он ни был. Замешана ли в этом мораль? Нет, в этом нет никакой морали. Это всего лишь практический подход к тому, как создается жизнь. Возможно ли для этого ребенка... Допустим, он родился без головы или только с половиной головы. Возможно ли тогда для этого ребенка прожить хотя бы осмысленную жизнь? Я не говорю уже о захватывающей жизни. Сможет ли он прожить хотя бы умеренную жизнь? Это разумный вызов, который вам необходимо принять. Вопрос не должен стоять в том, что это мой ребенок, и поэтому он должен выжить во что бы то ни стало. Вы знаете, Дурьёдана был воплощением демона Кали, чье тело состояло из молний. Он был рожден таким образом... Вы же знаете об этом? Вы знаете о Дурьёдане? Она родилась просто безформенным куском плоти. Далее истории говорят о том, что этот кусок плоти был порезан на более чем 100 кусочков и помещен в определенную водную субстанцию. Определенный витаминокислот и протеинов, или что бы там ни было, и в итоге каждый из кусочков стал полноценным ребенком. И вот вам и проблема.